Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Экономика дня» на телеканале CBC. С вами Елена Косолапова. Сегодня у нас в гостях начальник отдела международных связей Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Абдул Алиев. Расскажет он нам о развитии службы АСАН, которая уже стала национальным брендом Азербайджана и опыт, который перенимает во многих странах мира. Абдул Алиев, здравствуйте! Добро пожаловать! Здравствуйте! Спасибо большое за приглашение. Абдул Малим, итак, АСАН Хидмят служба. В прошлом году отмечалось уже десятилетие этой службы. Недавно был открыт 25-й, можно сказать, юбилейный центр АСАН Хидмят. Расскажите, пожалуйста, с какими результатами деятельности вы пришли к этой уже достаточно знаменательной цифре? Благодарю за вопрос. Я бы хотел немного пойти в предысторию. Значит, наше государственное агентство было создано в 2012 году распоряжением господина президента. Естественно, АСАН Хидмят тоже был вторым распоряжением, было создано в 2012 году. И мы уже вот столько лет функционируем. За это время у нас уже, как вы отметили, 25 центров АСАНа было открыто. Два еще мы планируем открытия в АСАНа. Это инновационный центр у нас, который занимается социальными инновациями. Значит, когда мы в 2012 году, у нас всего было около 23 услуг. Но в данный момент у нас уже более 360 услуг со стороны 15 государственных органов и также частных организаций. За последние 10 лет мы получили более 61 миллиона обращений. Это означает, что каждый гражданин в Азербайджане несколько раз приходил в центры АСАН и обращался. Удовлетворенность населения составляет более 99%, потому что мы непосредственно ведем экзит-полы, у нас социальные опросы. В этом помогают наши, помимо инновационных технологий, которые мы внедряем, и также волонтеры. И поэтому у нас 7 различных направлений, где мы берем эти данные. И это дает нам результат более 99% удовлетворенности населения. Также у нас каждый день в наши центры обращаются более 31 тысячи человек. У нас 10 мобильных автобусов, которые оказывают услуги в различных регионах, один поезд. И вот в конце прошлого года мы отметили наше десятилетие международной конференции, в которую были приглашены различные представители главминистерств различных стран, международных организаций, академических центров и так далее. Вкратце о нашем десятилетном опыте. Абдул Малим, нас смотрят не только в Азербайджане, но и за пределами Азербайджана, чтобы люди за пределами страны лучше понимали, что такое Асан Хедмят. Дайте в общем картину, какие услуги у вас оказываются. Вы сказали государственные, частные. Я понимаю, все перечисляетесь, это нереально, но вот хотя бы основные направления. Ну, у нас как. Во-первых, такая модель существует в различных странах, во многих странах. Но уникальность нашей модели в том, что мы сами не предоставляем услуги. То есть уникальность Асана заключается в этом. Мы создали платформу. Наша основная идея в том, что мы стандартизировали услуги. Мы мониторим и оцениваем услуги по тем критериям, которые у нас есть. И государственные органы, то есть вместе с государственным органом мы добились нынешнего результата. В наших центрах оказываются услуги от получения сертификата от рождения человека до смерти человека. Весь какой жизненный цикл преследуется гражданином. Все эти документации, там, Услуги ЗАГСа В наших центрах. То есть мы можем, чтобы гражданин, не отходя, не терял Услуги в наших центрах. Расскажите, какие проблемы позволила решить такая служба, как Асан Хирмят? Вопросы и проблемы вы ставите для себя как приоритет? Ну, в первую очередь достижение минимальной бюрократии в сфере государственных услуг. То есть упрощение процессов – это одна из наших главных задач. То есть мы смотрим, видим услугу, и, естественно, мы даем рекомендацию, как можно упростить услугу, чтобы для наших граждан они не теряли больше времени, не было никаких бюрократических каких-то преград и так далее. Я думаю, что наш Асан Хирмят добился, и поэтому удовлетворенность населения составляет такой высокий процент. И, естественно, мы внедрение инновационных технологий в сфере государственных услуг. То есть у нас соответствующие департаменты, которые непосредственно в реальном режиме мониторят. Мы знаем, что каждая услуга, сколько минут должна применить, стандарты каждой услуги, сколько она минут должна оказываться. И мы с каждым днем все время оптимизируем данные услуги, чтобы затрата времени граждан была значительно меньше. Абдул Малим, ранее в своих выступлениях президент Азербайджана говорил о том, что Асан уже воспринимается как национальный бренд Азербайджана. Расскажите, пожалуйста, какую работу вы ведете по продвижению этого бренда на международной арене? Ну, естественно, господин президент дает самую высокую оценку нам. И помимо этого национального бренда, Асан превращается в интеллектуальный бренд, естественно, который мы хотим экспортировать в различные страны. В связи с этим мы работаем с различными международными организациями. У нас есть как в двухстороннем, так и в трехстороннем отношении с различными странами контакты. Мы подписали меморандумы и с международными организациями. Более 20 меморандумов подписано нашим госагентством в сфере продвижения Асана в различных странах. И сейчас с некоторыми странами у нас идет обмен опытом, с некоторыми странами мы внедряем данную технологию. И есть работа с международными организациями, потому что у них более большая платформа для того, чтобы данная модель более узнавалась в различных странах. По поводу сотрудничества с международными организациями, я знаю, было не так давно сообщение о том, что сейчас ведется работа по учреждению в ООН-фонда для более оперативного доведения инициатив Азербайджана до международного сообщества. Я имею в виду инициатив касательно госуслуг, вот такой службы как АСАН. Расскажите, пожалуйста, что это вообще за фонд будет и чем он будет заниматься? Сейчас идет на рассмотрение. То есть эксперты нашего агентства и эксперты ООН, мы работаем над тем, чтобы создать данный фонд, чтобы, используя платформу ООН, многие страны могли узнать о нашей модели. Потому что он сам обратился к нам по этому поводу, говорит, что у них постоянные запросы. Они получают запросы, какая модель лучше, что лучше всего в ней для улучшения и усовершенствования государственных в различных странах. И так как мы соответствующий департамент ООН в очень интересных отношениях, и у нас есть определенные награды, которые мы получили в ООН. И нас, естественно, как одну из лучших моделей рекомендуют. И поэтому была идея создания данного фонда, что те страны, которые обращаются, это некоторые Карибские страны, некоторые страны Африки, Азии, чтобы благодаря данному фонду было более удобно экспортировать данную модель. Но мы сейчас на рассмотрении. Мы постоянно консультируемся с ООН. Я думаю, что конкретные результаты могут быть в следующем году. Вообще очень интересно относительно сотрудничества ООН со службой АСАН. Насколько я знаю, несколько лет назад даже была какая-то резолюция, связанная с правами человека, касательно АСАН Хидмет. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Да. В 2018 году Совет по правам человека ООН была принята резолюция о продвижении передового опыта АСАН Хидмет в ООН. Но еще хотел бы отметить, что в 2023 году заново была принята новая резолюция. Основная цель данной резолюции заключается в продвижении прав человека, в достижении цели устойчивого развития посредством прозрачного, подотчетного и эффективного оказания государственных услуг на основе данной модели. То есть представители 65 государств являются соавторами данной резолюции. И, естественно, принятие данной резолюты свидетельствует о том, как азербайджанская модель вновь находится в центре внимания таких международных организаций. Да, но если такая структура международная, как ООН, интересуется опытом АСАНа, то это, наверное, о многом говорит. Ведь, как Вы сказали, во многих странах реализуются какие-то похожие сервисы по принципу единого окна, все-таки в чем же тогда такие конкурентные преимущества АСАН? Вот Вы уже упомянули, что Вы не оказываете услуги, Вы просто их интегрируете в одном месте. Но, возможно, есть что добавить еще. Да, вот основное различие между нашей моделью и другими странами, то, что Вы совершенно правильно отметили. То есть данная модель находится в различных странах, например, при каком-то министерстве, или существует какой-то универсальный оператор, который просто принимает документы, он оказывается просто посредником, если в госорганизации и гражданином. Уникальность нашей модели то, что наше министерство находится в одном помещении и оказывает услуги граждан, и мы даем прямой контакт. Потому что если у гражданина возникает какой-то уточняющий вопрос, чтобы не было потери времени, чтобы не было никакой переписки, на месте решается данная проблематика. И те страны, которые приходят в нашу страну, которые посещают Асанхедмед, более тщательно узнавая нашу философию и концепцию, они больше склоняются к нашей данной модели. Плюс еще мобильные услуги, автобусы и поезды. А какие страны уже взяли этот опыт и внедрили у себя? Есть такие страны? Я как отметил, мы более с 27 странами и международными организациями подписали меморандум о сотрудничестве. Но конкретные страны можно сказать Узбекистан. То есть на основе нашей модели в этой стране применяется данная модель. Индонезию можно отметить, Уганду можно отметить. С некоторыми другими странами у нас идет обмен опытом. Эти страны уже применяют. Хотелось бы отметить, что скоро в Уганде планируется открытие нового центра. Наши эксперты тоже помогали в создании данного центра. И мы планируем летом, то есть Уганда планирует летом официальное открытие данного центра. И мы тоже планируем участие. А есть страны, с которыми вы на данный момент ведете переговоры относительно того, чтобы передать свой опыт в дальнейшем? К нам поступают различные запросы с различных стран. Опять-таки это непосредственно могут быть через международные организации, такие как мы отметили ООН и другие. И естественно страны напрямую обращаются к нам. Не страны, например, Африканской республики. Я мог бы ответить, там, королевство Исфатини, которое даже внедрило данную концепцию в свою дорожную карту в ближайшие 5 лет, чтобы они в своей стране создали ванн-стоп-шоп на основе модели Асан-Хедмят. Таджикистан, с Киргизией у нас отношения в этом направлении ведутся. Ирак к нам обратился. И мы тоже. То есть запросы есть. Мы тоже рассматриваем различные страны. Потому что там существует определенный критерий, по которым мы будем сотрудничать. Устойчивость государства. Насколько политическая воля данного государства готова к реализации данного проекта и так далее. То есть не для каждой страны, которая к вам обратится, вы готовы с ней сотрудничать? Мы открыты для всех стран. Но внедрение данной концепции заключает в себя определенные моменты. Поэтому мы рассматриваем. Потому что там идет и внутригосударственная процедура и так далее. Как с нашей, так и с другой стороны. Вы до этого упомянули, что в ООН вы уже получили целый ряд наград. Насколько я знаю, не только от ООН и от каких-то других стран, каких-то конкурсов и так далее. Хотелось бы подробнее об этом знать. Какие уже награды, премию ваши копилки? У нас очень много международных сертификатов и наград. Но, естественно, хотелось бы отметить некоторые из них. Это, так скажем, главная награда 2015 года за предоставление государственных услуг. В категории предоставления государственных услуг мы заняли первое место. И эту награду нам дал ООН. Это дало нам новый путь для того, чтобы наша модель узнавалась в различных странах. А также была рекомендация ООН, что те страны, которые хотят у себя сделать определенные реформы, они могут обратиться к нам. В 2019 году мы получили особую награду ООН за вклад в развитие государственных служб посреди цифрового государства. Концепция МАГОВ получила эту награду. А также лучшую государственную службу в мире мы в 2023 году получили. Во время Всемирного саммита правительства Дубая данная награда была вручена нам. Там, если я не ошибаюсь, было более 80 номинантов. Первое место заняла наша модель. Еще хотелось бы отметить, помимо этих различных международных наград, которые удостоена наша служба, мы уже сами начали выдавать международную награду с такой организацией, как UCLG Африка. В конце прошлого года была выдана особая премия. Победителями данной награды были город Биркан из Марокко и Кигали, столица Руанды. За внедрение новых технологий в сфере государственных услуг эти города были удостоены данной премии. В этом году наши эксперты и эксперты UCLG Африки планируют каждый год, в августе каждого года, оценивать все те обращения, которые нам будут обращаться, и выдавать эту награду. Учитывая количество наград и количество обращений, видимо, такой уровень услуг уже имеет международное признание, очень высокое. Но тем не менее, все-таки в любом случае всегда нужно продолжать развиваться, мне кажется, становиться все лучше и лучше. И вот в связи с этим вопрос. Есть ли компании, страны, сервисы, с которыми вы сотрудничаете, для того, чтобы перенять их опыт? – Естественно, как вы правильно отметили, для развития мы сами тоже должны развиваться. Мы открыты для всех компаний и для всех стран. Естественно, мы смотрим, какие новые технологии они внедряют, какие новые технологии, в какой сфере мы можем сотрудничать. В прошлом году мы встречались с такой компанией, как «Амазонс», была встреча с его вице-президентом. Мы рассматривали, как они внедряют, например, искусственный интеллект в своих программах, чтобы мы могли внедрять это в будущем в предоставлении государственного услуга. ЦИСКО и другие различные компании. А странами, естественно, мы больше сотрудничаем с Кореей, с которыми у нас подписан меморандум, мы сотрудничаем с Сингапуром, мы сотрудничаем с некоторыми европейскими странами, американскими странами. То есть идет обмен опытом, естественно, тоже существует. Они берут какую-то модель от нас, мы берем какую-то модель от них. Но хотел бы отметить в вопросе Кореи, учитывая то, что данная страна является передовой в сфере цифровизации и так далее, нам отметили, что они склоняются, они как бы из Сингапура, они почему изучают нашу модель? Потому что в этих обществах происходит асоциализация общества. То есть они настолько внедрились в компьютеры, в свои мобильные телефоны, что общение с людьми у них в этом направлении уже уменьшается. Даже такая страна, как Белии, наши эксперты были приглашены на международную конференцию. В 2019 году, если я не ошибаюсь, со стороны их было сказано, что у них был произведен социальный опрос, где около 40% населения хотят, чтобы они приходили, физически получали услуги. То есть вот такая концепция тоже существует, такие мнения тоже существуют. Поэтому наша модель была заключена в том, чтобы мы шли параллельно. Чтобы были и центры, где граждане, потому что не все можно цифровизировать. Есть, например, определенные со стороны безопасности, отпечатки пальцев и так далее. То есть для этого гражданин должен физически приходить в наш центр. И, естественно, мы параллельно начали цифровизировать и внедрять инновационные технологии. Цифровизация вообще интересная тема, учитывая то, как она быстро развивается во многих странах мира. Во многих странах мира уже даже выборы проходят в онлайн-режиме. Не нужно никуда на избирательный участок идти. Можно это сделать из дома. Но и многие услуги тоже можно получить через телефон, через компьютер. Вот ваш план действий, каков в этом направлении? Будет ли когда-либо такой день, когда не нужно будет приходить в Асан? Можно будет все эти центры закрыть и просто через компьютер заходить в службу? Естественно, может быть, в ближайшем выдаче могут быть такие моменты. Но опыт показывает, что люди все же сторонники приходить и получать информацию. А наш менталитет вообще любит чувствовать документ. Потому что получение данной документа, как бы это... Не знаю, у нас вот социальные опросы велись по этому поводу. Возможно, потому что документ его принимают в таком сейчас виде, в печатном. А если его будут принимать в электронном, то и надо... Сейчас очень много документов, которые электронно принимаются. Но многие наши граждане, они любят чувствовать документ в руках. Поэтому полное... Я не знаю, насколько это будет. Мне сложно это прогнозировать. Но, естественно, мы сторонники того, чтобы усовершенствовать еще больше наши центры. Внедрить искусственный интеллект. Сейчас мы занимаемся вопросом того, что перед нами поставлена задача, какие из наших направлений можно внедрить искусственный интеллект, чтобы работа шла более в лучшем направлении. И в этом направлении наши эксперты очень тщательно работают, готовят свои предложения. Поэтому мы сотрудничаем с различными компаниями, организациями, где и как мы можем это все внедрять. А в целом, касательно дальнейшей стратегии развития службы АСАН. Ведь изначально это создавался как центр государственных услуг. Но, как вы говорите, сейчас там можно получить услуги и частных компаний. По сути, это такой хаб-услуг. Что будет следующим шагом? На данный момент... Следующий шаг мы планируем открытие двух новых центров. Это планируется в городе Нахчеване, в городе Лянькеране, открытие новых центров. Естественно, те компании, те организации, которые готовы оказывать услуги в наших центрах, мы всегда готовы рассматривать, чтобы для наших граждан было более удобно и доступно. А как вам обратиться, допустим, к частному бизнесу? Ну, у нас функционерный инновационный центр. Очень открытая, так сказать, компания, к которому обращаются. Потом наши эксперты рассматривают это. Если это соответствует нашей концепции, потому что услуга, она должна дополнять. То есть, там наполовину... Есть обращаются, иногда она наполовину оказывается у нас. То есть, в своих обращениях мы видим, что услуга наполовину. И мы не можем контролировать полностью данный процесс. Поэтому иногда мы от этого сами отказываемся. А касательно, ну, помимо открытия новых центров, в целом, вот как вы видите дальнейшее будущее службы АСАН? Ну, в дальнейшее будущее, я думаю, что мы планируем... Будут подключаться новые услуги, еще больше будет частных компаний, будут подключаться какие-то, возможно, новые государственные структуры. Вообще в планах есть такое? Вы знаете, услуги, которые оказываются в центрах АСАН, они по распоряжению господина президента. Если данные услуги будут, идея в том, что новые услуги, естественно, мы готовы и открыты все эти услуги оказывать в наших центрах. Еще очень интересное направление вашей деятельности – это мобильный АСАН. Вы, в принципе, упоминали уже то, что у вас есть автобусы, есть поезд даже. Когда работники службы АСАН приезжают в населенные пункты, где этой службы еще нет, ну и на месте оказывают услуги. Расскажите, как вы дальше планируете развивать это направление? Значит, насчет мобильных услуг. У нас 10 автобусов, которые по заранее запланированному графику, они идут в те отдаленные регионы или места, где нет наших центров. У нас соответствующий департамент следит за этим, дает свои рекомендации. И мы уже за год заранее это все объявляем, в какие города, в какие месяца, в какие дни наши мобильные автобусы будут проходить. И даем информацию об этом нашим гражданам, чтобы наши граждане тоже знали и подготавливались к этому. На сегодняшний день мы получили около 3 миллионов обращений посредством мобильных услуг. Также у нас функционирует АСАН поезд, где по железной дороге идет. И у нас функционируют VIP-услуги. То есть, что это означает, если человек не может физически прийти в АСАН или получить какую-то услугу, он может эту услугу заказать к себе домой. К себе в офис, на работу, в то место, где он находится. И, естественно, наша команда собирается, подготавливает, изучает, какая данная услуга нужна. И на основе этого они приходят и оказывают данную услугу. К группам лиц первой группы данная услуга бесплатна, а остальные – это VIP-услуга. Еще хотелось бы отметить, что посредством мобильных услуг АСАН она была замечена различными странами. Например, особый интерес к данной услуге проявляли Арабские Эмираты. Настолько был понравен. Вы говорите про мобильный АСАН? Про автобус АСАН, да. И во время технофеста в Турции впервые наш мобильный АСАН, автобус, посетил технофест. И в рамках данного фестиваля мы оказали услуги нашим гражданам, которые проживают в Турции. То есть вы уже выходите даже на международный уровень. Теперь мы планируем, естественно, у нас есть определенная стратегия, но планируем в будущем тоже развивать и посредством мобильных АСАН оказывать услуги нашим гражданам за рубежом. Здесь, в частности, интересуют освобожденные территории, потому что сейчас туда начинается возвращение вынужденных переселенцев, но пока их не так много, чтобы, наверное, открывать полноценный центр. Планируется ли там развивать мобильный сервис? Естественно, у нас есть дорожная карта, по которой мы планируем в будущем, когда население будет... То есть если населения нет, естественно, мы не можем оказывать услуги. А вот когда население будет переселено в данную территорию, естественно, наша команда тоже будет функционировать. А из освобожденных территорий в Зангелане, в АГАЛы, мы уже функционируют, наша служба. И еще одно интересное направление вашей деятельности – это поддержка волонтеров, потому что при службе АСАН все знают, что работает достаточно много волонтеров. Какие возможности для них вы открываете, даете? И вообще, какую роль сейчас АСАН играет в развитии волонтерского движения? Потому что у нас оно достаточно пока на начальном уровне. Я бы сказал, не на начальном уровне, потому что это направление очень сильно развивается. Последние годы? Я вам так скажу. В центрах АСАНах уже более 32 тысяч волонтеров было. Волонтерское направление у нас как? Мы приглашаем, мы даем обыднее, они приходят к нам, мы их обучаем. То есть в течение двух месяцев они находятся в наших центрах. Помимо того, что они помогают оказывать, например, нашим гражданам в работе документации, заполнение определенных документов и так далее, у них очень много различных социальных проектов. То есть от постановления различных театров, спектаклей до социальных проектов, таких как ГРИН АСАН, Зелёный АСАН, АСАН МЯХТУБ и так далее. А расскажите, чем они занимаются вкратце? АСАН МЯХТУБ это... То есть... У нас даже через наши веб-сайты вы можете получить определенную информацию по этому поводу. Дети, которые желают какой-то определенный подарок и так далее, они пишут письмо. У нас наши волонтеры создали специальную платформу. Это письмо, оно публикуется. И вы сами тоже можете зайти, посмотреть данное письмо. Например, ребенок седьмого класса или третьего класса желает получить какой-то велосипед. Гражданин, который хочет оказать доброе дело ребенку, но он при этом не имеет времени и так далее, он видит данное письмо, он покупает. А наши волонтеры помогают, как бы они мост между данным ребенком и человеком. А то, что ГРИН АСАН? То есть это переработка документов, то есть этих бумаг, то есть повторная переработка. То есть они все делают, чтобы экология в Баку, в Азербайджане, они как бы следят за тем, чтобы не было никаких... То есть они сажают деревья, так сказать, они занимаются сбором бумаг, чтобы для повторной переработки и так далее. Вы до этого говорили о том, что вот когда мы говорили о перенятии иностранного опыта, вы говорили, что вы в частности рассматриваете искусственный интеллект, как применяется в других странах. Но, возможно, вас еще какие-то направления в других странах интересуют, которые применяются при оказании государственных услуг? Естественно, то есть мы во время перемены опыта между странами, нам тоже интересно, какие они инновационные технологии внедряют, как они предоставляют услуги, то есть там и помимо, как они мониторят данные услуги, как они занимаются сбором информации, защитой информации. Естественно, это в данных направлениях мы сотрудничаем и узнаем. И поэтому, если те методы, которые они внедряют, мы смотрим, насколько этот метод можно внедрять у нас в стране, насколько он приемлем для нас, для данного какого-то проекта, и потом мы рассматриваем, да, и можем в данном направлении сотрудничать. Но опыт показывает, что во многих моментах страны сами больше интересуются, как мы применяем данные технологии в сферах, в данных сферах. И поэтому они больше сами стараются, чтобы мы их обучали. И к этому вопросу я бы хотел еще отметить, что у нас существует международные тренинги для наших партнеров. То есть и уже большие делегации из Уганда, из Узбекистана, из Индонезии приходили в наши центры, и мы для них проводили различные роды тренинги для того, как применять, как внедрять данную технологию в свои страны. Абдулмалим, большое спасибо и за вашу работу, и за интересное интервью. К сожалению, эфирное время наше подошло к концу. Напомню, что вы смотрели передачу «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. В гостях у нас сегодня был начальник отдела международных связей Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Абдул Алиев. Он нам рассказал о развитии службы АСАН и о высокой международной оценке опыта Азербайджана в области оказания международных услуг населения. На этом передача подошла к концу. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok